Патрик Кинг, как постоять за себя? Умение отстаивать свои интересы, устанавливать личные границы и избегать угодничества. Высказывать свои желания – это не эгоизм, это выбор себя в качестве приоритета. А вы поступаете именно так? Не стоит быть милым со всеми, если это сопровождается суровостью к себе. Учитесь ставить свои интересы на первое место и в конечном счете делать только то, чего хотите сами. Потребность угождать – это очень мощное побуждение, однако оно сопровождается тревожностью, стрессами и чувством обиды. Пришло время изменить привычки. Как постоять за себя – это руководство к действию, конкретное и без лишней воды. Дело в том, что стратегия, при которой вы отдаете приоритет другим и позволяете кому угодно нарушать ваши границы, не работает от слова совсем. Значит, нужны перемены. Эта книга научит вас, как обратить к своей выгоде мини-решения и утвердиться во мнении, что вы достойны самого лучшего, обладаете ценностью как личность и полностью этого заслуживаете. Потому что это так и есть. Вы разберетесь в психологии угодничества и узнаете, как победить эту склонность с помощью действенных техник. Патрик Кинг – автор мировых бестселлеров «Коуч по навыкам взаимодействия в социуме». Его труды основаны на самых разнообразных источниках, результатах научных исследований, академическом опыте, практике коучинга и знании реальной жизни. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как перепрограммировать свои убеждения и научиться устанавливать границы, которые никто не сможет игнорировать. Почему вы позволяете другим садиться себе на голову, и почему это кажется психологически логичным поведением. Как избавиться от страха быть собой, проявляя больше щедрости и принятия. Как изменить свои самоповествования, действуя быстро. Каковы психологические основы конфликта и почему он так нас пугает. Какие существуют действенные и реалистичные способы сказать «нет» кому угодно. Почему важно регистрировать достигнутые успехи на пути к истинной любви к себе. Не позволяйте никому вытирать из себя ноги, обретите уверенность в себе, обретите собственный голос, отстаивайте свои позиции и отдавайте себе приоритет. «Это ваша жизнь. Так живите и действуйте. Ради себя». Часть первая. Почему некоторые люди склонны к угодничеству. Глава первая. Потребность нравится. В этой книге мы уделим самое пристальное внимание непреодолимой потребности некоторых людей любой ценой делать приятное другим и узнаем, как разбираться с катастрофическими последствиями поведенческой модели, при которой человек ставит себя на последнее место. Мы подумаем, почему вы, возможно, и ей самый настоящий угодник, и чем обусловлено подобное умонастроение. И в процессе нашей работы вы начнете выявлять определенные глубины убеждения, которые мешают устанавливать здоровые личные границы и брать ответственность за собственную жизнь. «Слушай, ты не мог бы задержаться и закончить мою работу. Сегодня вечеринка, мне надо уйти прямо сейчас, чтобы не опоздать». «Ну, конечно, с радостью. Может, тебя туда подвезти?» Для таких личностей у окружающих припасены унизительные словечки вроде «тряпка», «простафиля» или «угодник». Но как бы их ни называли, все они, похоже, действуют по одному сценарию. Быть милым, услужливым, добрым. А самое главное, в чем бы ни было дело, никогда, никогда и никому не говорить «нет». Люди могут твердить вам «просто откажи, стой на своем». Но правда заключается в том, что если вы хронический угодник, то проблемы кроются гораздо глубже. Я предложу вам некоторые простые советы и хитрости из разряда притворяйся, пока не получится по-настоящему. А еще мы вплотную займемся изменениями, долговременными и основательными, которые необходимо внести в вашу жизнь. Эти изменения действительно помогут вам стать удовлетворенными, собранными и уверенными в себе. И тогда вам больше не потребуется угождать кому бы то ни было. Когда люди ставят крест на угодничестве, происходит поразительная вещь. Они осознают, что возникшее состояние счастья, уравновешенности, уверенности в себе, ассертивности позволяет им наладить более уважительные, тесные и реальные отношения с людьми. Только так. Угодничество – это сложная, заученная модель поведения. Однако порадуемся за себя. Прикладывая не так уж много усилий, мы способны изменить ее и взаимодействовать с окружающими более искренне, зрело и на основе равноправия. Неважно, на каком этапе пути вы находитесь прямо сейчас, эта книга научит вас, как именно действовать. Одна из основных причин угодничества – потребность нравится. Вы склонны угождать? Велики шансы, что ответ на данный вопрос вам уже известен. Однако существует один явный признак, свидетельствующий о наличии глубинной проблемы. Это когда вы постоянно думаете. Интересно, я им нравлюсь? Им нравится, как я выгляжу? Им нравится, как я работаю? Считают ли они, что я интересный, умный, ценный человек? Я им нужен? Им нравится, что я говорю или делаю? Я им вообще нравлюсь? Но давайте по порядку. Желание нравится – это не проблема. Оно свойственно всем людям. Все мы хотим, чтобы нас принимало сообщество. Все мы стараемся сделать так, чтобы нас не оттолкнули. Эволюция человеческого рода проходила в небольших территориальных трибах, где от принадлежности единичного представителя к большему целому зависело его выживание. Следовательно, нет ничего плохого в том, чтобы заботиться о мнении окружающих, желать их одобрения или думать о себе хорошо, потому что о вас хорошо думают другие. А проблема в том, что угодникам сложно определить, где проходит грань между потребностью угождать личной потребностью в аутентичности, достоинстве и самоуважении. Иными словами, перед нами проблема – баланса. Есть люди, которых не особенно заботят мнения окружающих. Мы считаем их бесчувственными, невнимательными, равнодушными или откровенно враждебными к идее угождения другим. Но если вы читаете эту книгу, то, скорее всего, относитесь к другой человеческой разновидности. Когда дело доходит до вашего самовосприятия и вашей самоценности как личности, вы придаете мнениям и поступкам окружающих слишком большую значимость. Вот несколько примеров, когда потребность делать приятное другим превращается из нормального человеческого побуждения в набор поведенческих паттернов, активно ограничивающих жизненный потенциал. Вы сдаете работу клиенту, который обычно не скупится на похвалу. Но в этот раз он небрежно говорит «спасибо» и переходит к другим вопросам. Вы потом целый вечер не можете успокоиться. Гадаешь, что же человек подумал? Может, он остался недоволен вашей работой? А может, это вы лично вывели его из себя? Вы случайно кого-то обидели и тут же попросили прощения. Человек несколько задет, однако прощает вас, и вы продолжаете общение. Но вы полны чувства вины и не можете избавиться от мысли, что бы такое сделать, чтобы эту вину загладить. И рассыпаетесь в извинениях, пока ситуация не становится смехотворной. Вы начинаете встречаться с новым романтическим партнером и думаете только о том, что он любит, как бы ему понравится. И вот вы начинаете по-другому говорить, одеваться, вести себя в надежде стать привлекательным в его глазах. Доктор Роджер Ковин, психолог-калицинист, автор книги «Потребность. Нравится». Согласно его исследованиям, несмотря на то, что угодничество – естественное поведение в социуме, все же оно может вызвать некоторые проблемы. Оно мешает вам делать то, что вы хотите. Что подумают люди? Оно мешает исследовать, творить, пробовать нечто новое, слишком рискованно. Оно вызывает тревогу и заставляет чувствовать себя несчастным. В общем, если смысл вашей жизни удовлетворяйте нужды других людей, что тогда происходит с вашими собственными? Жизнь угодника зачастую полна стрессов, не приносит удовлетворения вообще не настоящее. В основе такой жизни лежат два ложных убеждения. Первое, что совершенно и абсолютно неприемлемо, чтобы нас не любили, и второе, что наш долг – приносить счастье другим, что именно мы несем ответственность за ощущения других. Как же победить эту ложь? Предлагаю вам некоторые мнения и мысли, которые присущи личности со здоровой самооценкой. Вы просто чернильное пятнышко. Возьмем известный тест Роршаха с чернильными пятнами. Каждый видит в этих расплывчатых кляксах все, что хочет. Но то, что люди видят, не имеет ничего общего с самой кляксой, она такая, как есть. Попробуйте думать так же и о себе. Кому-то вы нравитесь, кому-то нет. Кто-то в восторге от каких-то ваших качеств, а кто-то их просто ненавидит. Но это не значит ровным счетом ничего. Если кто-нибудь говорит «ты мне нравишься», это ничем особым, не отличается от его же утверждения. Клубничное мороженое нравится мне больше, чем шоколадное. Все в порядке, никто вас не оценивает. Человек просто высказывает свое мнение, и это его личное дело. Другими словами, если кто-то говорит «ты мне не нравишься», здесь нет ни проблемы, требующей решений, ни ошибки, ни кризисной ситуации, ни оскорбления. Например, вы идете на свидание с женщиной, которая заявляет, что ей не нравятся худые мужчины. Вы как раз такой худой мужчина. Поэтому можете подумать первое. «Мне надо нарастить мышцы в спортзале, или женщины не будут меня любить?» Либо «Так, похоже, мы друг другу не подходим». На нашей планете проживает 7 миллиардов человек. Вы вообще способны представить, каким надо быть, чтобы вас одобряли все? Это просто невозможно. Ваша самооценка не зависит от одобрения окружающих. Для наших древних предков исключение из общины в буквальном смысле означало гибель. А вот для современного человека, прошедшего долгий путь эволюции, не обязательно. Это нормально, время от времени сталкиваться с неодобрением. Нет, правда. Если поразмыслить, то вам, вероятно, не придет на ум ни одна личность, на которую когда-то и кто-то не смотрел бы с неодобрением. И вы сами, вероятно, очень много кого не одобряете. В годнике же зависают в агонии, мучая себя вопросом, «Почему меня не любят?» Но разве ответ так важен? Может, стоит набраться храбрости и признать, что даже если мы кому-то не нравимся, мы от этого не исчезнем с лица земли и не развеемся как дым. Мы все равно останемся теми, кто мы есть, и своего счастья добьемся сами. Здоровое мировоззрение предполагает, что самоценность не зависит от мимолетных и зачастую неверных чужих мнений и вкусов. Вы можете избрать карьеру, которую, к примеру, ваше семейство презирает, но делает счастливым вас. Имея здоровое мироощущение, вы скажете себе, «Я, достойная личность, одобряют они меня там или нет?» Кто сказал, что вы не можете жить счастливой и здоровой, осмысленной и удивительной жизнью, если вы кому-то не понравились? Нет ничего плохого в том, чтобы иметь потребности и удовлетворять их. Просто смешно, как угодники бросаются, удовлетворяя чужие нужды, забывая о своих. И очень странно, что они немедленно принимают чужие суждения за непогрешимые истины, априори считая не стоящими собственные чувства, мысли и мнения. Возможно, вы боитесь, что отказ угождать другим означает вы безответственная, эгоистичная личность, достойная того, чтобы вас отвергли или осудили. А может, вы чувствуете, что, в отличие от других, не имеете права на удовлетворение собственных нужд? Или же, подобно многим другим, подсознательно убеждены в следующем? Я чего-то стою лишь в том случае, если имею хоть какую-то ценность в глазах окружающих, если доставляю им удовольствие, если делаю их счастливыми. На страницах этой книги мы подробнее рассмотрим все подобные убеждения. Порой даже угодник осознает, что нужно срочно что-то менять, и тогда срывается резко, меняет поведение, или внезапно проявляет холодность, грубость, эгоизм. Но это тоже не решение. Проблема возникает тогда, когда вы пытаетесь противопоставить свои потребности потребностям других. Но не существует никаких либо-либо, ведь это не соперничество, а за ограниченные ресурсы. Вы имеете право удовлетворять свои нужды, и другие люди тоже. Угодник задается вопросом, что я могу сделать, чтобы им понравиться? Но человек мыслящий здраво спросил бы, я им не нравлюсь, и что? Отстранившийся чужих мнений и суждений, вы обретаете свободу спросить, а чего хотите вы? Что заботит вас? Что цените вы сами? И действует соответственно. Если вы будете жить его так целенаправленно, то обретете новые силы. Живя аутентичной жизнью, согласно собственным ценностям, вы исполняете смелости. И тогда, даже если другие вас не одобрят, это не будет иметь никакого значения. Что значит чужое мнение, если вы следуете собственному сердцу и живете замечательной жизнью, потому что знаете, как это делать? Вы не всесильные. Возможно, это прозвучит странно, но как вам такая крышесносная мысль, поражающая своей новизной? Все люди живут собственной жизнью, которая не имеет никакого отношения к вам. Но шутки в сторону. Угодник совершает одну и ту же ошибку, исходя из того, что выбор других людей непременно имеет к нему какое-то отношение. Угодник неосознанно ставит себя в центр всего, что происходит вокруг. Если кто-то случайно вам нагрубил, вы по умолчанию предположили, что сами сделали что-то не так. Но разве это не проявление гордыни? Любой человек имеет свою историю жизни, собственный набор установок и глубинных убеждений, свой скрытый внутренний мир. Некоторые даже не отдают отчета в собственных мотивациях, не говоря уже о том, чтобы объяснить окружающим, почему поступают так, а не иначе. Звучит необычно, но успокойтесь и просто примите тот факт, что вы, скорее всего, мало что значите в жизни большинства людей. Вы не имеете представления, что думают и чувствуют другие, почему совершают определенные поступки, чего желают. Вы далеко не всегда располагаете полной информацией о той или иной ситуации и о своей роли в ней. А это значит, что вы свободны, и нет нужды мучить себя догадками и толкованиями чужого поведения. Почему теща так ко мне относится? Она делает это специально? Может, она считает себя лучше меня? А может, я ее чем-то обидел? А может, вы упустили одно возможное обстоятельство? Вы понятия не имеете, что происходит в личном мирке вашей тещи. И, по правде говоря, она о вас даже не думает. Постоянно напоминайте себе, что нейтральность не есть негативность. Иногда угодники считают, что их оттолкнули, в то время как произошло, да вообще ничего не произошло. Большая часть встреч и взаимодействий обладает свойством нейтральности. И это нормально. Упражнение «Разграничение ответственности» Знакомьтесь, перед нами Альфред Адлер, психиатр, создатель системы индивидуальной психологии. В центре его теорий – потребность индивидуума в социальной адаптации к своей группе. Адлер считал, что от ощущения гармоничной принадлежности к сообществу во многом зависит психическое здоровье личности. По мнению Ичииро Кисиме и Фумитаке Кога, авторов книги «Смелость не нравится», одна из важнейших способностей, которую следует развить в себе, это смело задать вопрос «А чье это дело?» Чтобы понять, в чем тут суть, давайте выполним упражнение «Разграничение ответственности». Говоря о системе Адлера, авторы книги утверждают «Все, что вы способны сделать собственной жизнью, это выбрать наилучший путь и поверить в него». С другой стороны, делая подобный выбор, люди могут встретиться с осуждением. Но судить – дело других людей, и вы с этим ничего не можете поделать. Есть вещи, которые мы можем контролировать, есть и те, что вне нашего контроля. Есть вещи, за которые мы несем ответственность, есть и те, за которые несут ответственность, другие. Есть наше дело и есть чужое. Весь фокус в том, чтобы проявить мудрость и провести их разграничение. Субтитры создавал DimaTorzok